добрый вечер друзья я сегодня припозднился уже почти 10 вечера а припозднился я потому что с одной стороны делал видео о том как сегодня был в фейсбуке там видимо три части у меня будет значит одна уже висит вторая там пока делается пока вот я еду я могу из дома в принципе у меня есть доступ к компьютеру рабочим я могу подвесить вот а третье уже тогда завтра и кроме того я разговаривал с чеком которого упоминала в интервью на нашем канале марина бялик когда мы рассуждали о врачах американских российских сотрудничестве и так далее значит там упоминался человек который мне но не знаком лично было я его давно как бы знаю потому что он на форуме привет много-много лет назад почти 20 лет назад он как раз там вот по медицинской части там массу информации значит выкладывал там была такая группа не помогали врачам которые приехали в сша вот как им тут освоиться и вот есть тогда был веб-сайт назывался ярославль потому что сам наш вот будущий гость он из ярославля и раз ярославль . нет нет а потом значит это стал другой сайт там у них организация создалась называется русско-американская сейчас рама russian american medical association вот видимо так вот эта рама и веб-сайт у нее сейчас russian doctors.org russian doctors.org значит я вам что советую сделать тем кто интересуется медицинской тематикой вы можете пойти на сайт посмотреть я ссылочку дам в описании к видео что не забуду вот же поздно у меня мозги не соображает значит ссылочку дам посмотрите потому что в четверг вечера вот примерно в это время как мы сейчас значит и как я сейчас еду примерно в это время знать мы будем записывать интервью с нашим героем и вот посмотрите на предмет вопрос я я только к тому что если есть вопросы о жизни врачей в сша или там я не знаю какие вопросы бывают как врачу попасть в соединенные штаты например или там на стажировку может попасть там в ординатуру я не знаю вот что вас интересует то и спросите дело в том что у нас много вопросов от врачей я не могу сказать что прямо их безумно много но но они так хорошо видны и в личку пишут и там еще как-то и я настолько далек от этого сайта вот вы можете конечно поспрашивать там вы часто спрашивать как в америке лечится на вот это вот значит но наш собеседник хирург вот во всяком случае если интересно что-то из практики такой американской медицинской практики может быть там чем отличаются лечебные заведения тут и там я не знаю в общем у нас такой шанс представился редкий как-то у нас с врачами так не очень получалось до сих пор супруга нашего гостя это иммиграционный адвокат там в клибленде занимается вот таким интересным делом она была программистом а потом значит тут 10 лет проработала программистом решила стать юристом стал юристом вот такие такая интересная пара так что друзья задавайте вопросы счастливо а